Самая сложная паводковая обстановка складывается в Мазановском и Селимджинском районах. Последним, по данным на 16 часов 25 июля, продолжалась эвакуация жителей села Норск. На месте работал вертолет Ми-8. В Мазановском районе и сел, которые в ближайшее время, согласно прогнозам, тоже будут подтоплены, начали вывозить людей. Однако многие не хотят покидать свои дома. Василий Орлов еще раз отметил, селян нужно правильно информировать, а полицейские должны усилить меры по обеспечению сохранности имущества жителей, чтобы они не боялись оставлять свое жилье. Стражи порядка должны помочь и в проведении эвакуации жителей. Подтопление жилых домов прогнозируется на территории трех районов Преамурья. Это Селимджинский, Мазановский и Благовещенский. Населенных пунктов, требующих эвакуации в связи с подтоплением, 70-100% все по прогнозу. Норск, Новороссийка, Богословка, Козловка, Главое, Таскино, Ульма, Путятино, Абайкан. Всего 1998 человек, 751 жилой дом. Согласно прогнозу, ожидается подтопление жилых домов 14 населенных пунктов Селимджинского и Мазановского района. В свою очередь глава региона отметил, в пунктах временного размещения необходимо обеспечить запас продуктов. Также поручения получили профильные министерства и ведомства. Например, Миноборнауки необходимо взять на особый контроль подготовку к учебному году тех территорий, которые оказались под ударом стихии. В Амурском Минздраве должны позаботиться об эвакуации из зоны подтопления тех амурчан, у которых может возникнуть необходимость обратиться за помощью к узкоспециализированным врачам. Роспотребнадзор отвечает за дезинфекцию территории после ухода большой воды. А если понадобится экстренная эвакуация людей, необходимо обеспечить дежурство вертолетов. Для оперативной эвакуации нужно отработать с компаниями, владеющими вертолетами, в частности с Петропавловским, с Роскосмосом. Если необходимость есть, можем проговорить, сегодня министр черчайных ситуаций прилетает, можем проговорить о дополнительной переброске сюда из Хабаровского окрая вертолетов. Необходимо их разместить таким образом, чтобы они могли, как оперативная группировка, быть задействованы в случае, если потребуется экстренная эвакуация из тех или иных населенных пунктов. На заседании КЧС обсудили доклады глав тех районов, которые оказались или окажутся под ударом стихии территории, готовы КЧС. Например, в Благовещенске для откачивания воды из подвалов решили дополнительно закупить пять мини-помп. В Зейском районе оставшимся жителям в селе Ивановка доставили продукты питания и воду. Под контролем держат ситуацию и в Ромнинском районе. Мы совместно с ГИБДД выставили знаки по ограничению движения. На мост завезли ПГС, чтобы его не вынесло. Протяженность моста 115 метров. Плюс ко всему, организовали паромное сообщение лодками. На территории этих сел находится 216 человек, из них 31 ребенок. Поэтому мероприятия дома будем согласовывать вместе со штабом областным по той ситуации, которая есть. Но на сегодняшний момент продукты питания есть в данном населенном пункте. Организован завоз хлеба, медикаменты есть, дисфицирующие средства есть. Также на КЧС отметили, сегодня в Преамурье потоплены или повреждены 45 участков региональных автодорог. Общая протяженность 156 километров. В отношении к началу недели протяженность увеличилась практически вдвое. Потопление произошло на 15 районах. Значительная протяженность – это Мазановский район, 46 километров, 5 участков. Роменский район, 38 километров. Селинжинском районе, 22 километра. Октябрьский район, 31 километр. В Зейском районе, 5 участков, 5,3 километра. Сегодня проезда нет на 8 участках трасс в Зейском, Мазановском, Тынгенском, Селинжинском районах. На остальных территориях ведут работы по устранению проблем. Задействованы 40 человек и около 60 единиц техники. Резюмируя, Василий Орлов отметил – паниковать не нужно. Область полностью готова к прохождению паводка. Сил и средств у региона достаточно. Да и опыт есть. Анастасия Петраш, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.